646 829 Я хочу провести небольшой ликбез маленький для русской аудитории, потому что постепенно знакомясь с теориями ваших русских пророков, или, так сказать, светил экономических, которые живут в России, я потихоньку впадаю в тихий ужас, как говорили у нас в Одессе, тихий ужас, знаете, волосы встают дыбом, сидеют волосы, есть какая-то вот тяга к ломанию рук, так сказать, чуть ли не отчаяние, насколько далеко можно было зайти в дремучесть об этой, и, естественно, со светилами диалог не получается, потому что светилы наши от диалогов пытаются ускользнуть, они видят свой ум как бы в поддержке десяти тысяч идиотов, которые они накопили на своих, скажем, сайтах, Вот они в этом видят свой ум, им нужна каждый день поддержка этих идиотов В то же самое время не может не пугать элементарная безграмотность людей, которые, скажем, меня, Михаила Майорова, сами называют безграмотными Вот вчера Михаил Хазин в очередной раз себе позволил опозвать меня, естественно, без называния имен, безграмотно В чем грамотность Михаила Хазина, он сам не знает Значит, давайте начнем с самого маленького ликбеза, небольшого, чтобы сразу не давить на мозги, да, собственно, я никогда не давлю на мозги Потому что я выдаю сразу смысл, моментальный смысл, так сказать, логическую эссенцию смысла Не закамуфлируя ее ни в какие сложные фразы, которые только ведут к тому, чтобы замаскировать вещь, в которой нет вообще никакого смысла, понимаете Значит, начнем с понятия американский ВВП Внутренний валовый продукт Да, естественно, он завышен, естественно, его неправильно считают Но я хочу остановиться на другой вещи На, так сказать, устоявшейся уже мысли О том, что внутренний валовый продукт Америки Заключается в неком плохом свойстве Которая выражается в том, что 70% формирования этого продукта возложено на потребителей То есть потребители что-то там покупают И от этого получается 70% внутреннего валового продукта Америки Теперь следите за мыслью Русские люди, проживающие в России Они не знакомы с экономикой Они знакомы с идеями Хазиных И прочих Панариных Поэтому они, или там сказать, я не знаю Сейчас очень модно стало так называемая физическая экономика Ларуша Этого придурка американского Так вот Русский человек сидит Получает информацию, что 70% внутреннего валового продукта Америки Возникает из потребительских покупок То, что делают американцы в магазинах И начинает думать, как же так можно существовать Ведь ВВП состоит там Из химических заводов Из старелетейных предприятий Из пароходов Понимаете Из мостов, которые мы строим То есть У него начинается Вот такая вот Логическая непонятка в голове Происходить Что Американский внутренний валовый продукт Какой-то левый То есть Вообще не продукт А вот в России, скажем Или в Китае Это продукт Потому что там Видно Правительство Выдает Постоянно цифру Скажем Собрали урожай 60% От предыдущего Или там наварили стали 10 миллионов тонн Я не знаю 28 ракет собрали Поставили на дежурство Вот это ВВП На самом деле ВВП Заключается В Обычном Факте Купли-продажи Нового товара Или услуги Не нового товара Или просто услуги Потому что услуги новыми И услуги новые всегда Автомобиль продали новый Старый автомобиль Юзанный Вернее Из бывшего употребления Он не входит в ВВП Это просто продажа А вот новый автомобиль Или там Новое пальто Это все входит В ВВП То есть Только Сделки Купли-продажи Входит в ВВП Теперь давайте подумаем Что нам говорит цифра 70% От американского Внутреннего ВВП Составляют Потребительские Покупки Это говорит нам о том Что 70% От купли-продажи Новых товаров Делают потребители Остальные 30% Делают государства Или какие-то государственные органы Или плюс корпорации 70% потребителей Все остальное Государства И корпорации Вот что нам говорит Цифра 70% От американского Внутреннего ВВП Теперь Вы должны запомнить Самое главное ВВП Это не заводы Не газеты Не пароходы Это не количество Чугунных чушек Которые Выдал Ближайший К вам Завод Это количество Чушек Которые Были Проданы А не те Которые Были Складированы Возьмем Российский ВВП То что Вам никогда Не говорят Вам просто Говорят Цифру Что там ВВП России 1 триллион Долларов К примеру Я не знаю Сколько там Но по-моему Триллион Это примерно Та Сумма Которая Может описать Современный Российский ВВП Сейчас Значит Естественно Российский ВВП Не Состоит Из 70% Внутреннего Российского Потребления То есть Внутренний Российский Потребитель Не покупает На 70% Новых товаров В России Из чего же состоит ВВП Российский Российский ВВП Состоит На 80% Из потребления В Западной Европе Вернее просто В Европе Не в Западной Сейчас Европа Соединилась В Западной Восточной Европы Российский ВВП Складывается Первое На 80% Потребления Западной И Восточной Европы То Что из России Вывозится Возятся деньги Вывозятся товары То есть В ВВП Входит экспорт Минус импорт Так всегда Остальные 20% Это Внутреннее Потребление России То есть 80% Это Внешнее Потребление 20% Это Внутреннее Потребление Из этих 20% Которые Остались На внутреннее Потребление 90% Это Государственные Расходы И только 10% От 20% Это Потребительские Расходы Русских Людей Значит Что мы имеем Получается Как Кого-то вынесло Вак Сидит в снегах Ждет Что мы имеем На сегодняшний день 8 И как ВВП Русских Вкладывается 80% Потребление Западной Европы Вот еще один Покажем Наверное Вот так Интересно было Не знаю Вот такие вот Кажи у нас 3 секунды Вылетают Каждые пару миль Вылетает Кто-то Значит Значит Еще раз 80% Западно-Восточная Европа Из 20 Оставшихся Процентов Огромная Львиная часть Это государственное Потребление И очень Очень маленькая И очень маленькая Часть Это потребление Конкретных Русских Потребителей Очень странная Ситуация Происходит Что Русские люди Как бы их не пугает Структура Российского ВВП В котором Скажем так Из потребительских Из потребительских Реальных Покупок Складывается Только 2-3% От Покупок Людей Входит В структуру Российского ВВП И в то же самое Время Русские Как бы Их пугает Что 70% Потребления 70% ВВП Америки Складывается Из Покупок Американских Потребителей Понимаете Вот Разница Ощутимая Между Американским Богатством И Русской Нищетой Вот Эта Вот Разница Сразу Становится Видна Как Только Мы Начинаем Рассматривать Структуру ВВП Еще раз ВВП Не состоит Из чугунных Чушек Которые Лежат На складе И были Произведены В таком То году ВВП Состоит Из Продаж То Что Вы Продали Если Вы Продали 70% Своих Товаров Которые Вы Произвели Либо Завезли Откуда Своим Потребителем Как В Америке И 30% Правительству И Корпорациям Это ВВП Америка Если Вы Вывезли Все Свои Богатства И Продали Эти Богатства В Западной Восточной Европе В Китае Вам Завезли Деньги Это Российские ВВП Да Действительно Но На самом деле Это Не ВВП Это Потребление Людей Которые Не Живут В России И Редактор субтитров